Детская школа искусств 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 Напомним, что 20 мая 2023 года был осуществлен грандиозный проект – историческая реконструкция проводов 11-ти тувинских добровольцев-танкистов на фронт. Зал кинотеатра был полностью забит, а некоторым и вовсе не хватило места. Среди присутствующих были зрители разных возрастов, как старшее, так и младшее поколение. Все с восхищением отозвались о фильме и назвали его значимым событием в культурной жизни республики. Жители и гости Тувы отметили один из самых важных праздников страны – 9 мая. Торжественные мероприятия в честь празднования 9 мая в столице начались с поднятия государственных флагов у дома правительства. Поднятие флага напоминает нам о том, что мирное небо над головой – это результат труда и самоотверженности многих поколений. Далее уже традиционно по главной площади Козыла на Параде Победы прошлись пешие расчеты и военные техника. В парадном расчете плечом к плечу проходят торжественным маршем солдаты и офицеры 55-й отдельной гвардейской мотострелковой горной бригады. Многие награждены высокими государственными и ведомственными наградами. На сегодняшний день трое военнослужащих бригады удостоены высшего звания – Героя Российской Федерации. Территория скульптурного комплекса Центра Азии стала местом проведения акции «Солдатская каша». Благодаря полевой кухне для всех желающих был организован вкусный и сытный обед. В годы войны полевая каша была наиболее распространенной пищей русской армии, а история походной солдатской каши уходит корнями в далекое прошлое – во времена великого полководца Александра Суворова. Горячая каша не раз спасала солдат русской армии от голода и холода в суровое зимнее время. Угостить вкусной солдатской кашей в День Победы удалось более 200 человек. Подкрепившись, жители Козыла здесь же в юрте смогли ответить на вопрос викторины, желающие проверили свои знания о истории страны и Великой Отечественной войны. К 79-й годовщине Великой Победы в спортивном комплексе Сюбидей традиционно прошел республиканский турнир по национальной борьбе Хреш. Ни один большой праздник в нашей республике не проходит без борьбы Хреш. Из года в год на поле побороться выходят именитые борцы с ищими спинами, огромный вложенный труд и заслуженная слава, а также молодые борцы, которые показывают им здоровую конкуренцию. На ковер вышли 128 спортсменов. По итогу турнира среди сильнейших борцов победу завоевал Чаан Мюгэ Республики Тава Сайн Белек Туыш. Второе место досталось Арзлан Мюгэ Айдыну Мангушу, а третье и четвертое – Хартага Мюгэ Кайглолу Ондару и Начинмергену Ожаку. Празднование самого патриотического праздника 9 мая в Туве завершилось важной и памятной акцией, как свеча памяти на площади Победы в 20 часов вечера. Это традиционное мероприятие, посвященное Дню Победы, является символом уважения и почитания к погибшим воинам и героям Великой Отечественной войны. Участники выложили из горячих свечей звезду и почтили память погибших минутой молчания. Подобные акции являются символом единства и непобедимости нашей страны. И в этот день мы все говорим – вечная память нашим героям. Десятки людей, волонтеры, активисты, спасатели службы ГО и ЧАЭС, вооружившись кисточками и красками, поднялись на гору Доге, чтобы обновить священную буддийскую мантру о Мани Падмахум. Также священнослужители прочитали сутры. Участники акции используют только экологически чистую известь, без каких-либо искусственных красителей. По мнению верующих, это делается для того, чтобы священные буквы, сложенные из камней, должны быть закрашены не только с чистыми помыслами, но и с натуральными материалами. Желающих сделать доброе дело было действительно много, несмотря на выходное утро. Приезжали даже с других районов республики.